Всем привет! Лео Месси получил очередной золотой мяч как лучшим футболистом мира. По итогам решения FIFA или там, голосования журналистов или какой-то другой хуйни. В общем-то, лучшим футболистом мира 2023 года признан Лео Месси. Вот, это у него уже восьмой золотой мяч, восьмой золотой мяч. И давайте это обсудим. Ну, я считаю, что сами критерии выбора лучшего футболиста мира, они очень скажены. То есть, FIFA, France Football, они считают, что лучший футболист тот, кто является победителем какого-то значимого турнира. А у нас в мире три значимых турнира. Это чемпионат мира, чемпионат Европы и Лига чемпионов. Ну, и иногда еще чемпионат Южной Америки. Камнебог. Вот. Ну, вот из этих всех турниров, кто его победитель и выбирается, кому вручат золотой мяч. Ну, с небольшим исключением. Но в основном критерий оттуда. То есть, победитель команды или там, призер команды, который показал самый лучший там результат, а также по итогам сезона был неплох, выбирается лучший футболиста мира. Вот. Так было всегда. Практически всегда. Ну, кроме эпохи там Месси и Роналду, да. Вот. Но приоритет в этом есть. И приоритет основной. То есть, 80% это смотрят на то, как футболист выступал на самых значимых турнирах. То есть, ты можешь весь сезон там не играть, не играть, не играть, как Месси в этом сезоне делал. Но потом хорошо выступить на чемпионате мира, стать лучшим футболистом в течение года. Вот. Поэтому Месси и дали этот золотой мяч. Заслуживал ли он его? На мой субъективный взгляд, конечно же, нет. Он вообще не играл весь год. Он просто не играл. Он играл в течение месяца. Он весь год, абсолютно весь год, тренировался в ПСЖ. Он не играл в ПСЖ. Он просто тренировался. У него были там небольшие травмы, да. Но он просто тренировался в ПСЖ. Ему было наплевать на ПСЖ. Глубоко, с великой колокольни. Его интересовал только чемпионат мира. Это была его мечта. Да, безусловно. На чемпионате мира он сыграл великолепно. Был лучшим футболистом. Тянул Аргентину за уши и за нос. Как говорится, да. Но это всего лишь чемпионат мира, ребята. А в течение года, безусловно, лучшим футболистом был Холланд. Холланд и еще раз Холланд. И если оценив футболиста по итогам сезона, а не по какому-то одному турниру, то, конечно же, это был Холланд. Вот он показал самый выдающийся футбол. К сожалению, выбирают футболиста. Фифа, францфутбол выбирают именно среди победителей ключевых турниров. Вот такая идиотская, на мой взгляд, схема. Причем самое интересное, что многие футболисты, они не причисляют себя к великим сборным. Никогда не добьются каких-то великих результатов. Тот же Холланд, он играет за Норвегию. Ну и что? Ну что дальше? Чего она добьется? Ничего. Значит, ничего. То есть, что он должен еще, как он должен еще сыграть, чтобы стать великим футболистом, непонятно. Ну вот, Райан Гигг сыграл за сборную Эльса, великий футболист. И что он мог сделать? Тоже ничего. И много-много других футболистов, которые ничего своих сборных, в принципе, и принципе, не могли ничего сделать. Потому что, ну, сборная очень слаба. Он один великий, а все остальные вокруг него очень слабы. Тот же Яри Литманин. Помните такого? Играл за сборную Финляндии. Вот, так что, оценивать по успехам за участие в ключевых турнирах, я считаю, что так нельзя делать. Вот. Ну, я еще раз повторю, для меня лучший футболист этого года, это, конечно же, Холланд. Холланд, еще раз Холланд. Потому что он, на мой взгляд, показал самый выдающийся футбол. Ну, а Месси, Месси получил просто за выигрыш чемпионата мира. Я думаю, это последний его золотой мяч. Абсолютно точный его последний золотой мяч. Никаких золотых мячей ни ООН, ни Роналда больше не получат. Они уйдут на пенсию. И все на этом закончится. Все. Так что, в следующем году уже ждем нового обладателя золотого мяча. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok